Привет! Мы сейчас с вами будем некоторое время находиться в окно метро Сокольники, тоже в соответствующем районе Сокольники на востоке Москвы, потому что тут довольно много разных улиц с сокольническими названиями. И вот одна из улиц, на которой мы сейчас с вами встречаемся, называется улица Сокольническая Слободка. Проходит она от улицы Сокольнический вал до Русаковской улицы, рядом с парком и метро Сокольники, соответственно. Как раз неподалеку от них. Она с двухсторонним движением табильного транспорта по каждому направлению. Длина ее составляет около 500 метров всего. До второй половины XIX века называлось проезжий переулок. По назначению этого проезда был обычный транзитный переулок, на котором мы ездили. Ну тогда еще, наверное, кареты там, да, может быть, и почки проезжали. Это даже не было. Еще машин там, тем более автобусов и так далее, другого транспорта. Вот. Ну и, с другой стороны, проезжий, значит, можно было как-то, наверное, про него проехать. То есть, была дорога какая-то мощенная, наверное, да. Вот. В отличие от других улиц, которые вообще там, по которым, наверное, проехать было совсем сложно. Ну, а в XIX веке уже переулок получил, так сказать, вместо прежнего нынешнее название. Во-первых, он стал улицей, во-вторых, его назвали эту улицу Сокольническая Слободка. По располагавшейся здесь в XVII-XVIII веках Слободке. Ну, или Слободе. Ну, я так, наверное, ласково называю Слободка. Ну, видно, она маленькая была, где проживали сокольники, содержащие, обучавшие соколов для царской охоты. Ну, тут во время XVII-XVIII века, особенно XVII, было место царской охоты. Да, особенно Алексей Михайлович, царя, он в сокольниках охотился с соколами там на всякую дичь. Ну, вот тут жили как раз сокольники, которые, собственно говоря, и занимались вот обустройством вот этой царской охоты. Ну, и нежилых объектов здесь нет. Все, что здесь находится, это несколько жилых домов. И здесь не так много, потому что улица небольшая, вот, и больше похожа, да, на переулок. Вот, а не на улицу. Ну, хотя, можно сказать, небольшая улица, да, таких, в принципе, в Москве тоже, да, немало. И жилые дома здесь, их всего пять, из них четыре советских, один только постсоветский, причем четыре советских дома, они находятся только по четной стороне этой улицы. Это пяти, семи и два восьмиэтажных дома, построенных в 50-х, 70-х годах. Ну, и есть вот один дом, уже по нечетной стороне, 12-этажный, по номер три, построенный в 2005 году. Это так называемый семейный дом, ну, так называть, такой комплекс. Ну, а другие объекты, которые сюда выходят, соответственно, да, не только эти дома сюда выходят, и другие, они числятся, соответственно, по соседним улицам. Вот. Ну, может быть, мы видим, здесь никаких достопримечательств на этой улице нет, хотя такое красивое название, но это историческое название, да. Вот. Ну, если будете в Сокольнике, то можно тоже по этой улице прогуляться. Она, в принципе, такая довольно тихая, спокойная, и можно, в общем, по ней погулять во дворах, там можно скамейки есть, там, где можно отдохнуть. Так что, в принципе, улица вполне пригодна для прогулок. Ну, от метро Сокольники можно пройти пешком через Русаховскую улицу или улицу Газпе. Вообще, транспорт по этой улице честно проезжает, но остановок на ней не имеет. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы.